Сиденты народ, вы смотрите канал Вонинсхемов, меня зовут Андрей. Главная новость о которой буду сегодня говорить в принципе уже не особо актуальна и я провафлил все на свете сроки, когда можно было на этом хоть чутулю хайпануть. Да и вообще, когда нужно было об этом делать ролик. Тем не менее, я это сделаю и тем самым запущу цикл роликов, где мы будем готовиться к пришествию Battlefield образца 2018 года. По мере появления каких-либо слухов, официальных заявлений и разношерстных сливов о грядущей батле, я буду стараться своевременно вам об этом рассказывать и делиться своими мыслями. Итак, начнем. Пару недель назад пользователь, чей ник я даже не буду пытаться прочитать, скажу лишь, что именно он в свое время слил инфу про Battlefield 1, о ее сеттинге и так далее, то есть как бы уже есть повод доверять этому парню. Ну, по крайней мере он так говорит. Так вот, он сообщил о том, что следующий Battlefield, который выйдет в 2018 году, будет продолжением очень успешной и горячо любимой фанатами линейки под названием Bad Company. Получается, в 2018 году мы с вами получим Bad Company 3. Разумеется, сразу напрашивается сеттинг времен вьетнамского конфликта. Но стоит уточнить, что вселенная Battlefield не стремится быть достоверной и имеет отличную от реальности начинку. Как это принято называть, альтернативную реальность. То есть разработчики будут вольны в своей игре продлить этот самый вьетнамский конфликт не только на более поздний срок, чем это было на самом деле, но и вывести его за рамки самого Вьетнама и локализовать горячие точки хоть в Австралии. Вряд ли это кого-то смутит. Главное, чтобы боевые действия на Марс не перенесли. Вся эта вольность позволит получить очень глубокую кастомизацию оружия и, возможно, персонажей. Но это не точно. Как минимум, новая игра по количеству слотов для обвесов и разных гаджетов не будет уступать Battlefield 4. И это очень хорошо, ведь Battlefield 1 показал, что мы с вами любим гибкую настройку своего оружия и класса. В Battlefield 1, на секундочку, этого толком и нету. Одними лишь скинами нас уже не удивить. Также говорится о наличии всех классических режимов. Захват, штурм и тдм. Думаю, никуда не денется и превосходство. Обязательно появится всем полюбившийся режим из Battlefield 1 операций. Если операций вдруг не будет, лично я очень сильно расстроюсь, ведь это лучшее, что есть Battlefield 1 и очень хочется его адаптации под современную войну. Также источник говорит еще об одном режиме под названием Squad Elimination. По словам моего друга и коллеги Кирилла Зомберуса, этот режим может быть заточен под киберспорт. Давно пора. Собственно, это все, что было слито. И воспринимать это как чистую правду я никому не советую, потому что этот инсайдер не сказал ничего такого, что не мог бы придумать любой из нас. Знаете, заявление, в котором говорится ровным счетом банальные вещи по типу «Это будет все тот же Battlefield, только еще масштабнее, круче и график станет еще шикарней». Да кто угодно может такое сказать. Для целостности и вменяемости этой инсайдерской информации не хватает чего-то выходящего за рамки. Нужен слив какого-то геймплейного элемента, который был бы новинкой для серии. То, что в голову вот так просто не придет. Так что слова этого человека кажутся больше фейком, нежели реальным сливом. Тем не менее, я буду рад увидеть новый Bad Company 3 в новом 2018 году. Это очень популярная серия, которая способна взбодрить сообщество Battlefield, да и игровое сообщество в целом не хуже, чем год назад это сделал Battlefield 1. Главное, чтобы эта бодрость не сошла на нет всего за один месяц, как это, впрочем, и случилось с Battlefield 1. Bad Company 3 может показать нам очень приличную сюжетную кампанию уровня Battlefield 1 и, самое главное, уровня Bad Company 1 и 2. Ну и, пожалуй, самое главное, лично для меня, Bad Company 3 может стать не только отличным продолжением крутой линейки, но и духовным наследником Battlefield 4. То есть, мы с вами можем получить шикарный станок для творчества, в котором полет фантазии будет таким же масштабным, как и в Battlefield 4, благодаря инструментам, позволяющим создавать невероятные трюги и благодаря рандому, из-за которого получаются порою просто нереальные моменты. Например, вот это. Летит! Сука, вон... Только ты... У тебя одна попытка есть. Я знаю. За примером далеко ходить не надо. В Battlefield 3, Battlefield 4, новые идеи у трюкачей и свежие безумные ситуации у всех игроков рождались даже спустя несколько лет после выхода игр. А в Battlefield 1 все, на что она способна, мы увидели в первые 2-3 месяца. Это было плохо. Собственно, вот и на ответ на вопрос, каким бы я хотел увидеть Battlefield 2018 года. Не важно, будет это Bad Company 3 или Battlefield 5. Главное — это. Первое. Это должен быть обязательно сеттинг современной войны. Ни в коем случае не вторая мировая. Да, я знаю, что многие из вас хотели бы увидеть батлу именно такой, но пусть это будет потом, через несколько лет, ибо может случиться, что новая батла про вторую мировую вспыхнет и погаснет так же быстро, как и батла про первую мировую. Второе. Возможность сделать трюки и большая степень рандома. Это поможет игре прожить дольше, ведь пока есть из чего делать видосики по этой игре, она будет актуальна. Как ни крути, а сейчас ютуберы, блогеры и контент-мейкеры оказывают сильное влияние на срок жизни игрового проекта. Я об этом говорил перед выходом Battlefield 1 и поднимал еще тогда проблему того, что трюкачить в ней просто негде. В ней нет вызова, который можно принять. И я был прав. Третье. Нормальные пользовательские сервера. Вспомните Battlefield 4. Кто из вас играл на каких-то там официальных серверах? Все, кто более-менее жил жизнью сообщества, играли исключительно на самых популярных кастомных серверах. Я уверен, что сейчас у вас в головах уже пролетел с десяток названий старых добрых серверов Battlefield 3 и Battlefield 4. Из-за того, что в Battlefield 1 не завезли приличную админку под пользовательские сервера, не было ни одного вменяемого турнира. Развалились десятки команд, которые выливали частичку киберспорта в игру. Да и мы, блогеры, из-за этого не воплотили в жизнь большое количество задумок и идей. Что уж тут мелочиться, после Battlefield 1 сообщество Battlefield в принципе разрушилось ко всем херам. Поэтому кастомные сервера обязательно должны вернуться. Это тоже фактор долголетия игры, потому что играть на таких серверах намного приятнее, чем на официальных. Вас там окружают по большей части одни и те же люди, ради сражения с которыми мы возвращаемся в игру вновь и вновь. Четвертое. Сквады. Сквады наконец-то должны обрести себя в новой батле. Для чего мы собираемся в сквады? Для того, чтобы общаться друг с другом, играть вместе, легче находить игровых друзей и боевых товарищей, которые опять же будут провоцировать нас снова и снова возвращаться в игру. Сквады нужно сделать резиновыми. Нужна возможность собрать туда тысячи игроков. Нужна грамотная настройка сквадов и статистика, в которой будет видно, сколько кто наиграл и когда последний раз был в игре. Пятое. Киберспорт. С киберспортом у батлы уже давно совсем плохи дела. А недопильная Battlefield 1 вовсе свела под ноль существование соревновательного элемента в батле. В новой части будет сложно вернуть игроков в ряды киберспортивных батлфилдеров, но это сделать придется. Это необходимо сделать. И это должно быть на старте игры, чтобы люди с самого начала начали формировать и восстанавливать свои коллективы. Вот главные пять пунктов, которые, на мой взгляд, необходимо учитывать и даже ставить на первый план при разработке новой части. Как я уже сказал, не важно, будет это Battlefield 5 или Bad Company 3, главное, чтобы это был духовный наследник Battlefield 4 и Battlefield 3. Чтобы игра пришла всерьез и надолго, а не как Battlefield 1, которая получилась хорошей, классной, но бессмысленной и мимолетной. А что вы об этом думаете? Какой бы вы хотели увидеть в Battlefield в 2018 году? Оставляйте свое мнение в комментариях, обязательно присоединюсь к вашим дискуссиям. Также можете проголосовать за Battlefield своей мечты, наведя курсор на правый верхний угол этого видео. И да, не забывайте, что ваши лайки очень важны для нас. Ну и напоследок хочу обратиться к хейтерам и сплетникам, которые передают слова одного стримера другому с приукраской и коверканьем. Мы вам не майнкрафтеры и не рэперы, которые срутся из-за каждой мелочи. Мы взрослые, адекватные люди. И мы часть хоть и маленького, но приличного сообщества Battlefield. И поссорить нас всякими выдумками не получится. Всем душевного фана и безумного эпика. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok